Биг Макс! Не перепутайте его с Биг Маком, передает привет своему клану. И погнали! 20 Сакралов, друзья! Я напоминаю, сегодня у нас Х2 на Сакралы. Ой, как долго-долго! Чёрный экран! Это предвестник Леги и это Дзин Тору! Да, именно вот есть у меня видосик про него, мой топовый анкил сделан именно с ним. В общем, офигенный герой на клан босса и на военных фракций он вытворяет невероятные чудеса. Так, Аокс Коварный. Ну что ж, ребят, вот можно его на Дракона и Рогота на подземке юзать. Но средний коллега, а вот, ой, средний эпик, а вот Фушанчик, это, конечно же, один из крутейших героев на ПВЕ контент. Кстати, ребята, да, сегодня помимо Х2 на Сакралы у нас ещё Х10 идёт на вот этого нового Дворфа. Сейчас он вылетит на экран. Давайте лучше его сразу вот так вот посмотрим. Мне он, да, Цин Торо первый. Вот он, этот Дворф, единственный пока что в своём роде с бонусом сопротивления. Посмотрим, как бонусы и штрафы сопротивления, которые будут постепенно вводиться в игру, будут менять арену. Будут ли они менять её вообще? Это время покажет. А вот сейчас нам выпадает Сахатый Рыцарь, и это действительно мега крутой герой на подземелье. Падают классные эпики, но к классным эпикам Граталом не относятся. Средний слабенький зелёный ДД, я его прокачал, протестил, в общем, отстой. Собственно, как и Грешник. Его тоже можете не качать. А вот, вот эта вот девчонка тоже любит, да, вот, надеть в МакДак. Это видно по её изящной талии. Очень даже неплохая, поэтому её можно использовать как разлом основной, при этом вливать книги. Но не скажу я о вот этом Буше. Этого героя также можно отправить охранять склад. Ну что ж, Великий Галик. Когда-то его давали на халяву за подписку на Амазон Прайм. Да, Плариум когда-то сотрудничал с ним. Средний выжигатель есть выжигатель и получше. Багровая маска. Ушла очень давно и надолго в небытие, но сейчас, благодаря Бамалу, вернулась в строй. Синеша. Как была красоткой крутой, так и осталась. Конечно же, можно смело качать. Синешаль. Средненький эпик. Выкачивает на войны фракции в скоростные пачки, которые сейчас потихоньку теряют свою актуальность. Ещё одна Армина нам выпадает. Блин. Ну, в дубли, конечно же, мы тянуть не хотим. Бессмертная. 250 очков. Кроме этого, нам она больше ничего не приносит, как, ну, четырёхзвёздочная курица. А вот Джарик, ребята, это серьёзный герой на клан босса и не только. Также он отлично зарекомендовал себя на Роковой башне, именно на Ираготе. Мельга суровая, ребята. Отличный воскрешатель. Применяется также сейчас и на Гидре. Пенши. Средненький эпик, как показала практика, и на клан боссе, и на подземках он неплох. Кстати, недавно прокачал Бардов от Бора и ускорил время прохождения у себя на аккаунте воин фракции. Ну, советник, ребята, тоже герой, который по большей части у многих охраняет склад. Передай привет клану и бесстрашной лидерше Доми. В клане явно царит матриархат. Это видно в сообщении. И погнали. 27 сакралов, друзья. Кайтис. Героя по фану применяют на минимальном хп, но особо серьёзных пачках он не заиграл. А вот Кайден, ребята, отличный воскрешатель на воины фракций. Ага, вот нам пришёл Костолом. Неплохой герой. Да, можно, конечно же, качать и на ВФ, и на подземки, и на арену. Мидгеймовый герой. А вот Йотана, друзья, отправьте лучшим на склад. Не тратьте на него ресурсы. А вот приходит к нам крутой герой Аутар. Да, конечно же, можно его качать. И, друзья, если вам нравятся такие открытия, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Да, у нас такие открытия происходят часто. Вот сейчас, давайте, Страхолют вылетит. Ну-ка, давай, Страхолют вылетай. Вот, оставляйте комментарии, друзья. Алюрочка, крутейшая, эпическая героиня. На лаву очень-очень круто заходит. И вот он, Джарек, уходит. Но, ребята, в конце концов, боже, экран поцарапанный, поцарапанный, экран, все. Экран больше не поцарапанный. Перезвон. Хороший герой с лидеркой на арену. Очень мне помог в свое время. А вот элитный гвардеец сейчас приветствуется в том числе и Дубль, друзья. Он стал очень актуален на Гидре. Еще один Кайден. Ну, боже мой, 10 Сакралов мы открыли. Где же Леги? Олег до сих пор не приходит. Эпики приходят. Классный Мордикай. Хорошо. Ну же. Ну же. Это Х2 или нет? Масамото. Неплохой, неплохой герой с бафом защиты. Драха Васильевна. Топовый эпик. Но, ребята, это же Х2. Где, мать его, Леги? Боже мой, представляю, как сейчас хозяин аккаунта смотрит. И вот она, первая Лего Мортума капчик. Ну, это, конечно же, безусловно, метовый герой в защиту на арену. Своим смертельным навыком просто уничтожает все. Страхолюд. Еще один топовый эпик. Хорошо. Уже одна Лего. Есть одна Лего. Одна хорошая Лего. Метовая Лего. Дай нам вторую. А лучше еще и третью. Чернолоба лучше не качать. Ну же. Давай, давай, давай. Что-нибудь. Василиска. Конечно же, можно применять на войны фракции. Отличная пассивочка у него с воскрешением, помимо. Еще и автоатаки массовые. А вот Тишада, ребята, это чисто складской житель. Средненькая Баронесса. Она обычно обитает на складе, но иногда ее тоже выкачивает. Лурия, ребята. Отличная героиня. Очень старая героиня. Рекомендую к прокачке. Если нет Рейн, АВФ смело качать. Вот еще один. Василиска. Но, боже мой. 27 Сакралов, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Торшон нам выберет. Ну, офигеть. Вот просто офигеть. Что мне сказать человеку? Арахмит. Сейчас я ему скажу. Бро, из 27 Сакралов мы вытащили одну лену. Вот это поворот. Жека, я очень надеюсь, что с 16 Сакралов под Х2 мы достанем тебе что-то годное. И поехали. Вот он, признак леги. Но нет, в этот раз не сработало. Гори. Абсолютно пока что мало юзабельный герой. Не видел его вообще 60-го левела ни разу. Плюська. Для мидгейма красный ДД. Неплохой с контролем. А вот, да, Тишада. Мы уже говорили, что это отстой. Давай, давай. Лего. Инферман. Зеленый ДД с бонусом атаки. Вначале может и помочь, когда у вас есть Хатун. И нету бонуса атаки. Но потом теряет свою актуальность. Пустынная Разбойница. Хорошая героиня топовая. Так же, как и Джорк Отшельник. Джорк, воскрешайтесь с бонусом атаки. Пустынка и на клан босса, и, собственно, на арену. Каск. Герой под гидру. На воинах фракций. Под секретной комнатой. В роковую башню. Отлично заходит. Рекомендую. Конечно же, прокачки. Охранитель. Пусть лучше отправляется охранять склад. И вот она. Лего первая. Это Робор, ребята. По-моему, я здесь видел уже Робора на аккаунте. Недавно его апнули. Дали ему больше скорости. Так-так, герой неплохой. Бьет больно. Правзащит. Еще помимо накладывает. И вот она. Ой, ну вот этот дроп, конечно же, не может не радовать. Ребята, лисичка-сестричка к нам приходит. Друзья, если вы не знаете, как одевать ваших героев, залетаем на базу рейда. Ссылочку на телегу я оставлю в описании. Просто в поиске вбиваем название героя. И получаем по нему очень подробный гайд со шмотками и с талантами. И, кстати, если вы донатите, то пользуйтесь сервисом рейд-скидка. Считайте все отзывы. Все четко и проверено. Человек работает через подарочные карты. И поздравляю. Да, ну вот такие открытия уже похожи на Х2. Но если мы еще одну лего достанем, будет вообще шикарно. Гаргараб. Воскрешатель, давно себя зарекомендовавший. Так, а вот Аларик скрытный. В основном выкачивает на ВФ. А так вот целенаправленно не качает. Перезгончик. Ну же, будет еще лего. Давай, давай, ждем, конечно же, лего. Еще один горе. Да что ж такое? Горе это горе в семье. Ну, нет. Леги нет. Ну, а культный воин отличный ядовик. От Никитосу. Привет своему клану. И в том числе от меня. 11 Сакралов. И погнали. Кстати, ребята, сегодня у нас будет стрим. 8 вечера по Москве. Собственно, сегодня пятница. Кто не знает, в каждый вторник и пятницу по расписанию в 20.00 на стримы. Ребята, залетаем. У нас там весело и интересно. Сегодня явно у нас будет лего-пад, по крайней мере. Ожидается. Ну, в общем-то, посмотрим. Бессмертная. А мы про нее уже говорили. Герой на склад. И вот она, лего. Ну же. Эх, нарма налетная. Ребят, да. Вставится она в пачке 2.1. Вот, ну, смотрите, штраф атаки у нее с перезарядкой 3 хода. Может она в паке 2.1 держать штраф атаки. Клабость к яду неплохо. И да, в паках 2.1 она, по крайней мере, будет лучше ледяной банши. Но, ребята, на самом деле, в вашем случае в 99% моих зрителей лучше прокачать ледяную банши. И у нее будет меньше затрат по книжкам, хотя бы тем же самым. Священник Армстронг. Идеальнейший эпик. Реально крутой. Очень крутой. И вот еще одна лего. Ну, такой лего, конечно же, мы всегда рады. Топовый герой Сопр Паков. Да, горный король всегда на арене был крутым. До сих пор его использую. И еще одна лего. Вот это уже Икс 2 и Князь Ночи. Также аренный герой нам выбегает его штрафом. А именно штрафу защиты нельзя сопротивляться. Собственно, меткость ему можно не собирать именно на этот навык. Но не забываем про слабые удары. Новая героиня Тереск. Блин, все. Короче, ребята, теперь это будет односторонно. Однозначно Терекс. Пока что я ее не знаю. В общем-то, будем тестить. Ни разу ее не видел, не смотрел. Надеюсь, надеюсь, неплохая. Так, Уртиката и еще один Сокральчик. Вот так вот. Опачки. Неплохо. Мордикай. Ребята, обязательно пишите, что вы открыли под этот Икс 2. И спасибо за просмотр. Всем удачи!